Вакцина для большинства. По данным Министерства здравоохранения, этой осенью около 60% новосибирцев будет привита от новых штаммов гриппа, симптоматика которых похожа на коронавирусную. Траншеи вместо дороги. Новосибирские автовладельцы жалуются на многочисленные разрытия на проезжей части улиц, работы на которых не производится. Энергия для родников. Мэр города рассказал, каким образом будет улучшено энергоснабжение Калининского района. Работы должны завершиться уже этой осенью. В ожидании прихода нового вируса новосибирские врачи готовятся к массовой вакцинации горожан от гриппа и ОРВИ. Причем помочь она сможет в том числе и в борьбе с коронавирусом. Чего стоит опасаться новосибирцам и какие меры готовы предпринять медики, смотрите далее. Минздрав региона усилит вакцинацию населения в предстоящий осенний период. Об этом сообщил глава областного Минздрава Константин Хальзов. По его словам, в больницах сохранят достаточный коечный фонд до сентября, принимая во внимание, что начнется сезон гриппа и вирусных инфекций. Вышло новое постановление главного санитарного врача Российской Федерации. Поставлена задача иммунизировать и привить население всей страны, в том числе каждого субъекта, вакцинацию против гриппа в количестве 60 процентов населения субъекта. Учитывая, что последние два года мы были одни из лидеров и прививали порядка 55 процентов, то в этом году для всей страны стоит контрольная точка – это 60 процентов. По мнению врачей, надвигающийся сезон гриппа может осложнить ситуацию и с лечением коронавируса. Дело в том, что всю весну и часть лета они работали с одной инфекцией. Однако осенью будут люди и с гриппом, и с пневмонией, а разместить их в одной палате нельзя. Возникнут и дополнительные трудности, связанные с тестированием на два различных вируса со схожими симптомами. Хотя технически лаборатории готовы к выполнению этой задачи, подчеркнул министр здравоохранения. Технологически мы готовы тестировать и выявлять грипп методом полимеразной цепной реакции. Поэтому вот та работа, подготовительная работа и работа в сезон эпидемии, она будет подразумевать, что мы будем тестировать и пациентов на COVID, и пациентов на грипп для того, чтобы проводить дифференциальный диагноз. По стану Константина Хальзова новая вакцина, которая поступит из федерального центра, будет рассчитана в том числе на новые штаммы гриппа, о скором приходе которых уже предупредила Всемирная организация здравоохранения. Впрочем, основной задачей системы здравоохранения на данный момент остается борьба с коронавирусом. По данным оперативного штаба, на утро 7 августа в регионе зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 92 из них за последние сутки. Стало известно о смерти еще семи пациентов. Таким образом, общее количество умерших в регионе от COVID-19 составило 269 человек. В отделениях реанимации находятся 66 пациентов. Из них на аппаратах искусственной вентиляции легких – 8 человек. По сам специалистов, ситуация стабилизируется. Однако от долгосрочных прогнозов они пока воздерживаются. Порядка 40 жилых многоквартирных домов, четырех детских садиков и двух школ в шестом микрорайоне Калининского района Новосибирска уже в ближайшее время получат надежное электроснабжение. Бесперебойным его сделает новая кабельная линия, которую в настоящее время прокладывают взамен старой, изношенной. Наша съемочная группа побывала на выездном совещании, которое провел по этому вопросу мэр Анатолий Локоть. Лето – это пора не только ремонта дорог, теплосетей и благоустройства, но и восстановления надежного электроснабжения, порой даже целых микрорайонов. К примеру, здесь, на родниках, в Калининском районе Новосибирска, раньше случались крупные аварии, которые приводили к полному отключению микрорайона. А это более 40 многоэтажных домов, школы и садики. Причиной тому был никому не принадлежащий электрический кабель, уложенный под землей еще в 1989 году и к настоящему времени пришедший в неудовлетворительное состояние. Поэтому после этого было мое поручение. МУП электросети провело работы с подразделениями со смежными муниципалитетом, мэрией. И сегодня взята на баланс эта сеть. И на этот летний период запланирована и проводится сейчас модернизация восстановления этой линии. По сути дела, укладка новой линии протяженностью более двух километров. Электроснабжение микрорайона будет выполнено двумя кабельными линиями напряжением 10 киловольт. Каждая из которых в свою очередь состоит из трех кабелей. Это добавит не только надежности, но и большой запас по мощности по сравнению с существующей практически троекратный. Трасса достаточно сложная. Во-первых, она протяженная. Во-вторых, есть очень много проколов. Сейчас будем осуществлять проколы под дорогой по улице Крауза. Там у нас жилая застройка, достаточно плотно уже сформировавшаяся. И таких электромагистралей, у которых нет хозяина, но городу они жизненно необходимы, в Новосибирске достаточно много. За последние, ну, буквально несколько лет, более чем на миллиард, миллиард двести, миллиард триста мне докладывают сейчас электросетей, взяли на баланс города. Это брошенные электросети, по ним подается электроэнергия. Жилые кварталы, какие-то объекты в городе Новосибирске, но их никто не обслуживает. Сдача же новой кабельной линии в шестом микрорайоне Новосибирска по договору намечена на глубокую осень. Однако в МУП электросеть надеются закончить все работы и запитать кабель уже в середине сентября этого года. В Новосибирске полным ходом идет ремонт теплосетей, которые проходят в том числе и по автодорогам города. Все понимают, что дело это необходимое. Однако автомобилисты указывают на то, что многие разрытые участки элементарно простаивают, никаких работ там не ведется. А когда без видимой причины ограничивается движение и создаются пробки, людям не нравится. Об этом далее. Улицы разрытых теплосетей есть во всех районах Новосибирска. И это объективный атрибут нашего времени. Все мы хотим, чтобы зимой у нас в домах были и отопление, и горячая вода, без аварийных отключений. Вот только многим водителям не нравится то, как проводит ремонт теплосетей сибирско-генерирующая компания. К примеру, проезжая часть у дома номер 150 по улице Бориса Богаткова сужена на одну полосу. Из паспорта объекта следует, что работу ведет СГК. Начались они 9 июля, а должны быть закончены то ли 14, то ли 24 числа этого же месяца. Надпись уже стираться начала. Однако сегодня на календаре уже 7 августа, а ВОЗ, как говорится, и ныне там. Есть ли у энергетиков ответ на вопрос, почему так происходит, нам оперативно выяснить не удалось. Зато водители за словом в карман не лезут. Доброго ничего не хочу сказать. Ну, очень тяжело вообще проезжать по Борису Богаткову. Очень большая пробка растягивается и создает неудобство нам проехать. Здесь 5-минутная дорога. И никто не работает, да, уже долгое время. Что можете пожелать им? Быстрее, чтобы делали. И подобная ситуация, когда ремонтные участки значительно осужают проезжую часть, как, например, здесь, на улице Сибирьков-Гвардейцев, недалеко от дома с номером 51-3, а самих ремонтиков не видно, встречается в Новосибирске довольно часто. Гнев водители понять можно. Перегородили две полосы из трех в одном направлении и бросили все это на непонятно какое время. Нам здесь даже паспорт объекта увидеть не удалось. Хотя есть люди, вполне лояльно относящиеся к энергетикам, точнее, к их видению проведения ремонтных работ. Да ну, здесь часто не езжу, но, конечно, это какие-то доставляет неудобства, в свою очередь. Ну, наверное, это надо. Надо отдать должное СГК по некоторым адресам, где люди отмечали полное отсутствие каких-либо работ на разрытых участках. В день съемки были и люди, и техника. Так, может, стоит сосредоточиться и придать ускорение на других, пока замороженных, объектах? В Кировском районе Новосибирска идут работы по продлению улицы Петухова до микрорайона Просторный. В первый этап вошло строительство дороги до жилкомплекса Матрешкин двор. Автомагистраль планируют расширить до четырех полос и продлить до улицы Комсомольской. Как продвигаются работы и что изменится для горожан после реализации этого проекта, узнал Василий Акимов. Новый участок дороги станет продолжением улицы Петухова от железнодорожного переезда с перспективным выходом на улицу Комсомольскую. Работы разбиты на три этапа. Их продолжение стало возможным благодаря поддержке губернатора и активной позиции местных жителей, вместе со своими депутатами, добившимися строительства этой дороги. Эта дорога, как свежий воздух, как некий первый шаг в развязке этого узла транспортного, такой серьезный шаг будет строительство, уже продолжение строительства этой дороги. Строительство этого участка автодороги подразумевает четыре полосы движения, пешеходный тротуар из двух сторон, остановки общественного транспорта и наружного освещения. В дальнейшем дорогу планируют вывезти на улицу Комсомольскую. Она будет четырехполосной, ее ширина 14 метров. Октябрь 2021 года будет важной вехой в истории развития Южно-Чемского и дорога до Николая Сотникова. Вот развязка с Петухова, вот это очень болевой проблемный перекресток 18-й Бронный. Этот участок развяжется, вся дорога пройдет и свяжет нас с Петухова с улицы Николая Сотникова. Соответственно, появится качественная четырехполосная дорога, появится качественное освещение. В этом году в Кировском районе построят несколько дорог, чтобы избавиться от проблемы пробок. Для этого установят новые светофоры и продлят две улицы. Впрочем, благоустройство идет не только в сфере дорожного хозяйства. Благодаря выполнению наказов избирателей, преобразился и районный дом детского творчества на улице Зорги, где занимаются более трех тысяч ребятишек. Какие виды работ здесь выполнены? Это полностью капитальный ремонт спортивного зала, это душевые кабины, это раздевалки для ребятишек, полностью система вентиляции сделана. Ну, то есть такие серьезные работы, электрика вся поменена. Серьезные работы, которых длительное время здесь не было. И сейчас ребята смогут заниматься в таких комфортных условиях. Уже ведутся работы и по другому масштабному проекту, способному изменить весь облик Кировского района. Конечно же, это Затулинский дисперсный парк, который находится вот здесь. На этот год у нас запланированы работы на 185 миллионов рублей. Это такой консолидированный бюджет, городская комфортная среда, федеральная программа. Город вложился сюда, и область тоже большую часть финансирования на себя взяла. Кировский район постепенно преображается, становится более уютным и благоустроенным. И немалую роль в этом играет активная позиция самих жителей, дающих наказы своим депутатам, которые затем воплощаются вот в такие новые дороги и спортивные залы для занятий ребятишек. Это всё на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте ensk49.ru. Ваши мы ждём в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!